Так Дом культуры Косихинского района выглядел в прошлом году. Сейчас зданию 45 лет. В этом году после капитального ремонта оно преобразилось и отлично гармонирует с располагающимся неподалеку Мемориальным музеем Роберта Рождественского. Теперь у ДК новые фасады крыша. А внутри отделаны все помещения и оснащены необходимым. Капитальный ремонт длился всего год. Все это время коллективы продолжали заниматься на базе местной школы искусств. А теперь они вновь зашли в родные стены. Зал наш мы всегда любили. Наш Дом культуры он всегда для нас родной, теплый. А когда он вот так обновился, мы, конечно, безумно счастливы. У нас счастливы дети, счастливы родители, что дети будут заниматься именно в таких замечательных условиях. Я на сцене этого Дома культуры с 5 лет. Я помню, когда здесь было холодно, не было отопления, мы выступали в кофтах, мерзли. Как это все менялось, как постепенно появлялась новая аппаратура, новый свет. Но то, что сделали сейчас с нашим Домом культуры, мы по нему очень скучали целый год. Это совсем другой уровень и совсем другое настроение, когда теперь приходишь сюда, выходишь на сцену, заходишь в наши новые обновленные кабинеты. Нам все очень нравится. В Косихинском Доме культуры 18 коллективов. Это хоровые, инструментальные, танцевальные, театральные. Всего в них около 280 человек, возрастом от 5 до 70 лет. В одном только хореографическом ансамбле «Новый день», которым гордится район, занимаются 90 детей. Наполняемость этого Дома культуры будет огромная. Сейчас уже по кабинетам, по студиям занимаются дети. В каждом уголочке молодежное пространство для отдыха молодежи. Помещение очень востребовано. Жители села Косиха и жители района очень ждали этого ремонта. Открыли Дом культуры праздничным концертом. На обновленной сцене выступили приглашенные артисты. Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края. Свои номера, конечно же, показали и хозяева учреждения. В следующем году их может стать больше. В администрации ДК поделились. Желающих заниматься творчеством прибавилось. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости.